Всем привет! С вами Ваша и вы на канале о нашем главном. Столько запросов на макияж я еще, наверное, не получала ни разу. Очень многим понравился макияж, который у меня был на, так сказать, мордочки лица в фильме о пустых фильме. Да, в многосерийном фильме о пустых баночках, ссылки на которые я на все три части оставлю внизу, если не забуду. Итак, я воспроизвела этот макияж. Вкратце просто скажу вам самые главные звезды этого макияжа. Что касается глаз, я использовала в основном палетку от Bare Minerals. Я очень вам советую присмотреться к их теням из серии Ready, то есть прессованным теням. У меня в данном случае палетка, которая называется Cocktail Hour. Очень хорошие тени. Просто замечательные тени на уровне с самыми-самыми дорогими тенями. Там, герлен, боди-кейды, все что хотите. Классные тени. Мне они особенно нравятся тем, что они как бы full-proof. То есть можно что-то где-то накосячить, все равно можно это снять, растушевать, добавить, убавить, убрать. И при этом они не растушевываются в грязь никогда. Они прекрасно пигментированы, они наносятся отлично, с самыми разными кистями, натуральными, плоскими, пушистыми, какими угодно. В общем, суперские тени для личного использования. Я не пользовалась румянами, потому что очень интенсивные смолки такой и достаточно контрастный макияж. Соответственно, я просто использовала такой светлый, чуть-чуть сатиновый бронзер. У меня бронзер от Эльф. Я не знаю, будет ли видно на камере, но сам оттенок от этого Эльф, это Baked Bronzer, называется Saint Lush. Это самый светлый оттенок. Он отлично подходит для легкого бронзирования всего лица, особенно для девушек со светлой кожей. Если у вас кожа такого medium оттенка, да, и уже темнее, скорее всего, просто ничего не будет видно на лице, нужно что-то потемнее. Но для белоснежек и для девушек или мальчиков с кожей примерно моего оттенка, это должно подойти идеально. Далее. Очень было много вопросов о том, что у меня за помада. На самом деле, это просто нюдовая помада. Ну, раз так все интересуются, скажу, покажу еще раз. Еще покажу, как я наносила и комбинировала все это в подробностях чуть позже. Сама помада это номер 522 Circe, Circe, от NYX. Это у них Round Lipsticks, достаточно дешевая кремовая помада. Она достаточно консилерного цвета с легким персиковым оттенком. Так, совсем чуть-чуть он персик уходит. Для меня этот нюд подходит идеально. Такой 100% нюд-нюд. Не мои губы, но краша, не губки-бутоны, а именно, когда вы сравниваете губы, да, как бы с тоном лица, но при этом он не делает их мертвецки бледными. Очень люблю эту помаду, но сразу хочу вам сказать, что нюд нужно подбирать под свой оттенок кожи. Тот факт, что мне подходит Circe от NYX, не значит, что вам он подойдет так же идеально. Поэтому ищите свой нюд. Как только найдете, хватайте и не отпускайте никогда. Да, всегда пригодится. В частности, потому что на нюдовые помады, если их потом чуть-чуть промокнуть салфеткой, замечательно ложатся всякие блески полупрозрачные, но у которых интересные отливы, оттенки, блески, шиммер, дуохромные какие-то отливы и так далее. В частности, я в данном случае воспользовалась блеском от Maybelline Shine Sensational. Честно говоря, каждый раз, когда я пользуюсь одним из этих блесков, у меня их штук 5, меня все время спрашивают, что за блеск у меня на губах. Я вам хочу сказать, что их достаточно легко найти на каких-то скидках, не обязательно их покупать в полную стоимость, но они, в принципе, недорого стоят. Вся фишка в том, что они очень дают хороший зеркальный блеск, как вы можете заметить. При этом это не Guerlain, не Lancôme, не Chanel. Это очень доступные блески, они офигительно пахнут. Они пахнут очень вкусно, но не химозно. Они сладкие на вкус, если вы что-то пьете, едите, если кто-то вас поцелует. И да, они дают замечательный зеркальный блеск, поэтому чего еще хотеть? Не сказала бы, что они самые долго носимые, но поскольку у них достаточно портативное оформление, то и вполне можно с собой в сумочку быстренько нанес на губы и все. И поскольку они все полупрозрачные, там даже зеркала не надо, в принципе. Ну что же, если вам интересно, как получить вот такой эффект на лице, я также покажу макросъемки готового макияжа поближе в самом конце видео, то оставайтесь со мной, сейчас я вам покажу все в самых-самых подробностях, все продукты со всеми названиями, со всеми оттенками. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok